Слово Божье Слово Божье Слово Божье Слово Божье Может быть, вы знаете людей, у которых есть боль в спине. Это достаточно распространено. Лишь немногие никогда не пережили боль в спине. Но у этой женщины не была простая болезнь или уставшая спина. На ней буквально была невидимая рука. Иисус говорит нам о том, что на ней была рука дьявола, сатаны, которая не давала ей выпрямляться. Она когда-то была молодой девушкой, которая ходила прямо, грациозно и смотрела людям в глаза. Ее осанка стала постепенно меняться. Она когда-то улыбалась и имела ясный взгляд, но стала постепенно наклоняться к земле. Как будто невидимый закон заставлял эту женщину сгибаться и притягивал ее вниз. Дошло до такого, что она уже не могла выпрямляться. Она пробовала все. Все врачи были в замешательстве, так как она не могла выпрямиться. Невидимая рука держала женщину в плену собственного тела, и она ужасно мучилась. Тем не менее, женщина была в правильном месте в правильное время. Она была в том месте, где проповедовал Иисус. Она была в синагоге. Несмотря на боли, на свое плачевное состояние, она приложила усилия, чтобы прийти в Дом Божий, дабы услышать Слово Иисуса. Нас удивляет простота Евангелия. Иисус так просто решил эту проблему. Иисус обратился к ней, провозгласил Слово с властью, возложил на нее руки, и ее проблема тотчас была решена. Женщина тут же выпрямилась, чтобы увидеть прекрасное лицо Иисуса. История этой женщины навела меня на две мысли, которые я хотел бы вам сегодня передать. Во-первых, находясь в положении, которое было наложено дьяволом... Кстати, немного отвлекусь. Библия не говорит нам, из-за чего возникла эта проблема. В любом случае ясно, что у сатаны было право на ее жизнь. Возможно, было заклинание, проклятие, наследственность, либо грех. Возможно, было что-то неправильное, что давало сатане право действовать в ее жизни. Ясно то, что была открыта дверь, но Библия не уточняет, какая именно. Однако власти Иисуса было вполне достаточно, чтобы решить эту проблему без объяснений об источниках проблемы. Итак, женщина была в таком положении, которое позволяло ей смотреть только на землю. У нее не было ни горизонтальной, ни вертикальной перспективы. Она видела только землю и земные вещи. В общем, это напоминает мне следующий отрывок. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. А горним помышляйте, а не о земном. Видите ли, естественно смотреть на земное. Многие христиане смотрят только на земное. Они озабочены и поглощены земными вещами, и они забывают поднимать глаза. Они будто связаны, удержаны невидимой рукой, которая мешает им смотреть на небесное наследие, Божие благословения, прославлять и благодарить Бога. Они пропускают все прекрасные вещи, которые Бог позволяет нам пережить, имея с ним вертикальные отношения. Итак, если рука врага удерживает вас сегодня, Иисус рядом, чтобы свершить это же чудо, дабы выпрямить вас. Иисус, придите к нему лично, и он изменит ваш взгляд. Взгляд сверху вниз заменится взглядом снизу вверх. Во-вторых, в силу того, что женщина постоянно смотрела на землю, она везде замечала наличие пыли. Она смотрела и везде видела пыль, как у себя, так и у других. Это мне напоминает состояние людей, которые в первую очередь всегда видят то, что не так. Все, что необходимо убрать у других и у себя. Они в первую очередь думают, как здесь грязно. Это земной взгляд на пыль, который говорит о том, что нужно менять то, исправить вот это, поднять то и оставить вот это. Человек видит грязь в жизни другого человека, и иногда так же в собственной жизни. А Бог желает изменить этот взгляд, смотря только на пыль. Мы к ней привыкаем и вырабатываем привычку видеть все, что не так у других. Как тяжело находиться рядом с теми людьми, которые в первую очередь видят только негатив. Иногда такие люди одинокие, с ними не хотят общаться, так как они излучают негатив. Ну, конечно же. Они часто дают правильные советы, но негативное отношение лишает их близкого, дружеского общения с другими людьми. В то же время, такие люди не должны удивляться, что в их жизни нет радости. Смотря только на пыль, они вскоре начнут есть эту пыль, глотать ее. Пыль станет их пищей, но никто не может питаться пылью. Это же ведь отвратительная еда. Друзья, оставьте эту пищу, оставьте взгляд, направленный на пыль, и позвольте Иисусу выпрямить вас. Пусть властное Слово Господа Иисуса достигает вас посредством этой проповеди. В Слове Божьем есть сила, в нем Божья власть. Если вы будете держаться за это обещание, Слово Божие принесет решение проблемы. Иисус приходит. Он касается вас своей рукой, чтобы вы могли подняться и смотреть в другом направлении. Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. Дорогие мои друзья, освободитесь от этого негативного, земного взгляда. Поднимите взгляд и смотрите в правильном направлении. Послушайте это Слово. Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Это Исайя, 51 глава, 15 стих. И в завершении делюсь еще одним стихом, и это 144-й Псалом, 14-й стих. Господь поддерживает всех падающих и выставляет всех низверженных. Итак, тот, кто заплатил цену за все наши страдания, на Голгофском кресте разрушил все проклятия. Он отнимает руку того, кто удерживает вас. Он тот, который вновь поднимет вас, так как это в его власти. Будьте благословенны. Внимайте этому слову и ходите с поднятыми глазами. Пусть Бог обильно благословит вас.